К другим темам. Чем займется Министерство транспорта и почему кадры по-прежнему решают все. Моя коллега Евгения Бодрова обсудила детали послания с депутатом и жилиса парламента Олжасом Куспековым. И это наша постоянная рубрика интервью. Здравствуйте. У нас в гостях депутат и жилиса парламента Олжасом Куспеков. Спасибо, что нашли время к нам прийти. Давайте начнем наш разговор с того, что глава государства говорил о создании нового Министерства транспорта. У обывателя всегда возникает вопрос при таких реформах. Для чего это нужно? Чем не устраивал МИИР? Какие функции он не мог выполнять? Как вы считаете, зачем нужно новое министерство? В составе МИИР комитет автомобильных дорог был на третьем плане. Большое министерство, которое охватывает большой спектр вопросов, превратилось в бюрократическую машину. Согласование процедур, быстродействие, реализация поставленных целей по развитию инфраструктуры дорог, она столкнулась с большой проблематикой бюрократии. То есть как на законном уровне, так и с человеческим фактором. В связи с этим мы видим большие последствия дороги нашей, которую элементарно Астана-Алмата, сколько лет мы ее строим частями и видим, что это очень происходит долго. В связи с тем, что потенциал дорожно-транспортной инфраструктуры у нас по сей день не использован до конца, в связи с тем, что мы очень долго строим дороги, они неэффективно используются, плюс быстро изнашиваются. Большие вопросы коррупционного характера, бюрократического характера привели к тому, что мы сейчас вынуждены к созданию нового министерства, которое будет быстро, оперативно реагировать на все вопросы инфраструктуры дороги. Проблема с дорогами связана, наверное, не только с бюрократией, но также и с нехваткой специалистов. Да, это очевидная вещь, это не только в дороге, то есть это во всех отраслях у нас есть большой перекос того, что нехватка специалистов, голод на профессионалов, в том числе не исключение автомобильной дорожной отрасли. Здесь есть действительно проблемы с кадрами, с отсутствием отраслевого министерства, которое строит политику в этом проявлении. И как можно решить эту проблему? На сегодняшний день у нас есть порядка трех университетов, которые исторически формируют и готовят специалистов строительства автомобильных дорог и эксплуатации дорог. Вопрос только в том, что нет прямой отраслевой координации этих специалистов. То есть кого готовить, что готовить, то есть рынок труда, политика которого образуется с министерства автомобильных дорог, она на сегодняшний день не выставляет точных требований перед университетами и колледжами. Кого нужно готовить и по каким технологиям. А так задание будет давать министерство? То есть наличие на сегодняшний день нового министерства будет определять конкретную повестку дня для этих учебных заведений. Что касается аграриев, у них сейчас аховая ситуация с сельхозтехникой, очень большой износ. Скажите, как при этом становиться агрохабом Евразии? Я в начале прошлой сессии поднимал первый депутатский вопрос касательно того, что износ сельхозтехники на сегодняшний день более 80%. В послании президента было отмечено, что износ сельхозтехники очень большой. То есть это исходило из чего? Есть у нас на прилавках, магазинах продукты питания, которые производятся с сельхозтоваропроизводителями. Его стоимость образуется от определенных вещей. То есть это начиная с того, что мы покупаем семена, обрабатываем землю, чем обрабатываем техникой. То есть техника имеет до 30% от стоимости данного продукта. Износ этой техники приводит к чему? Первое удорожание, второе – это срыв сроков. То есть у нас очень короткий период посева, очень короткий период уборки. В эти периоды техника должна работать на 100% нагрузке и не должна отказывать. Отказ устойчивости должна быть высокой. В связи с этим, если техника у нас у сельхозника ломается каждый день или через день, он вынужден ее ремонтировать, то есть мы получаем высокую добавленную стоимость на продуктах, которые стоят у нас на прилавках. То, что отметил президент, это действительно у нас большая проблема. И если ежегодно мы не примем определенную государственную программу поддержки по обновлению сельхозтехники, то есть это субсидирование и субсидирование процентной ставки приобретения лизинговой техники, субсидирование базовой первоначальной ставки покупки этой техники, мы будем просто сталкиваться с тем, что у нас будет косвенно влиять на дорожание продуктов. Но ведь было уже субсидирование у нас. Оно есть, оно продолжается, просто в определенный момент она остановилась, и мы столкнулись с тем, что накопили устаревшуюся сельхозтехнику. То есть в сегодняшний день она достигла 80%. Если государство не примет прямое участие в этом процессе, то мы завтра столкнемся с тем, что мы не сможем просто убирать наше зерно, и оно будет просто пропадать на полях. От аграрной техники давайте перейдем к военной. Президент был в Алматы, где была представлена на полигоне отечественная техника. И в своем недавнем послании глава государства также уделял внимание этому вопросу и заявил, что приоритетная задача создать цикл производства с высокой долей локализации, то есть чтобы мы сами выпускали технику для своей армии. Как вы думаете, сможем ли мы в ближайшее время отойти от импорта в этом вопросе? Насколько это вообще у нас реально? Да, также в послании было президенту указано, что у нас достаточно имеется производства данной техники, имеются заводы, имеются кадры. Что мешало раньше тогда перейти? Есть проблемы бюрократического характера, то есть при закупе гособронзаказа выделяются средства с республиканского бюджета. Одно министерство закупает, второе министерство принимает. Здесь есть определенные бюрократические процедуры, сталкиваются с тем, что закупленная техника может быть не принята министерством обороны. Поэтому президент акцентировал, думаю, на то, что мы все-таки, несмотря на то, что в этом процессе участвует несколько министерств, они сделали акцент на поддержку отечественного прорези. Это в первую очередь для чего? То есть мы на сегодняшний день очень сильно зависим от экспорта в запасных частях, а также в поставке оборудования. То есть мы знаем, что во-первых, во время пандемии границы закрылись. Во-вторых, когда в соседних государствах есть военные конфликты, то есть поставки срываются. На сегодняшний день очень много наших процедур, наших закупок со стороны соседних государств не обеспечены поставками. Это в определенный момент срывает нашу оборону и безопасность, то есть неукомплектованность, отсутствие запасных частей. В-третьих, происходит удорожание из-за военных конфликтов, то есть спрос повышается на военную технику. И наши запланированные средства являются на сегодняшний день всего лишь охватой по цене на 30%. То есть мы должны дофинансировать для закупа. Второе, это мы должны дождаться, когда дефицит закончится в соседних странах. То есть это все приводит к срывам наших планов обеспечения обороны и безопасности. Поэтому очень большой акцент был сделан президентом в этом вопросе. Мы, я думаю, по сей день ввели подготовку к производству производства своей техники. В сегодняшний день мы можем, мне кажется, дополнительно усилить производство наше. И если со стороны государства будет обращено внимание в части финансирования, то, я думаю, мы в ближайшее время сможем обеспечить. Спасибо большое. У нас в гостях был депутат Можилиса парламента Улжавск-Успеков. Улжавск-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-Успеков-